Сразу меня поразили картины, которые я уже подсылаю вас к индийской тематике. Как раз сочетание женского образа, очень трогательного, очень нежного, с элементами мандала, которые уходят на скотт-флору, начинают достаточно сильно вибрировать такие сильные эмоции, которые дополняются в очень нежные, тонкие эмоции. В общем, все картины, которые мне нравятся, мне нравятся картины, которые представлены там, где находится наш субтитровый картина, которая мне еще тоже очень понравилась, но не знаю, почему это картина, которая называется «Болотая калибрь». Настолько эмоциональный посыл я оттуда чувствую, но не могу словами буквально объяснить, почему. В любом случае, я еще ношу новое и всего интересного в книжке. Не сразу, но сегодня или завтра, обязательно разберусь более детально. Спасибо, Лена. Супер. Добрый вечер. Меня зовут Ваверик Зиас. Я присутствую на бесподобной выставке Лены Ефимови. У меня больше всех, кто любит картина, которая называется «Картина, сбываются мечты». Она посвящается мне, она очень взыскана. Я очарована выставкой в целом. Елена бесподробная, талантная, живая и она очень богатая женщина, она богиня. Желаю вам счастья, творческого экстаза, полета и всего самого-самого доброго. Счастья вам. Спасибо. Конечно. Мне понравилась картина «Подсовок». И не только застыла. И тайна женской женственности. И то, что она не открыта совсем, в этом и есть секрет. Она отвернулась, чтобы желание было с нами заглянуть. Меня зовут Дмитрий. Мне очень понравилась картина, где конь и девушка. Это символизирует какой-то двойственности природы человека. Девушка символизирует женское начало, а конь где-то мужское. И очень много ярких красок и танков. И вот эта картина, которая где горы и облака, она напоминает творчество Рериха. У него тоже похоже. Посвящается Рериху, кстати. Она посвящается Рериху. У него есть что-то такое. Да, да, да. Похоже. Именно так. И это создает впечатление такой иллюзорной туманности и прозрачности. И вам всего самого наилучшего, успеха, счастья и всего любви и самого-самого-самого. Спасибо огромное. Конечно, Саша. Добрый день. Спасибо большое, Елена, что пригласили нас на эту выступку. Знаете, все картины, они полны жизни, радости. Мне очень нравятся яркие краски. Их действительно не хватает в нашей реальной жизни. И сегодня я очень вдохновилась. Спасибо вам большое. Спасибо, Саша. Ну что я могу сказать? Ты знаешь, вот сейчас открыла книгу вашу с Маркой и строки. Где твои крылья? Прячешь их где-то? Ты знаешь, мне интересно, где ты прячешь свои крылья? Потому что ты в жизни очень сильная, очень настойчивая. То есть, ребятная женщина. Таких людей редко можно встретить. Москва полна сильных людей. Но сильных людей, которые окрылены и дают в себе творчество, мягкость, которую ты выражаешь в своих картинах, Их практически, их очень мало. То есть, вот для меня ты состоишь из творчества. Очень сильная, творческая, цельная натура в жизни. И мягкая, фантазийная, безумно женственная. Ты в своем творчестве. Спасибо. Успехов тебе, да? Спасибо, моя родная. Я вас не вижу. Галина Михайловна. Галина Михайловна. С детства видела, как растет и развивается творческая личность. Начиная с детского сада, я не выпускала ни кисти, ни карандаши. И там, за концом, это переросло в такую потрясающую выступку. Леночка, я очень-то бы гордилась. Мне очень приятно. Это все развивалось на моих глазах. Картины. Еще два разных, не знаю, на моем периоде. Да, как будто рисовала два разных человека. Я далека от вас вызываю, но я говорю, как обыватель. Произведение очень замечательное. Отмечается позитивное. Далетик, да, звучит. Ясные ощущения. Хочется здесь находиться. Мне больше, на самом деле, сейчас, как бы, в раннее творчество, вот настолько вот этот рептик, конечно, я это все время говорила, у меня просто потрясает. Такое ощущение, что из меня вот что-то вытаскивает, я в нее смотрю, как понять о себе, о восходящем, о чем-то. Вот, потрясающе. А вот, ну, действительно, какой-то человек, что-то другое у тебя появилось. Вот если смотреть, даже твое настроение прослеживается, совершенно другое. Если твой живой, более философский, нам понять себя в этом мире, человека, что-то такое, вот, любовь какая-то, вот, ну, что-то более глубокое, то это вот радостное, ферричное что-то, вот, видимо, вот, как я уже, вот, радуюсь, сижу, на них смотришь, получается, есть такое классное ощущение, впечатление, ну, потрясающее. И так вот, я вот рада, что пошла к тебе сюда, на вас, спасибо. Просто, как я очень горжусь, и займут тебе успех. Мне просто все очень нравится, мне сложно что-то выбрать. Сама люблю рисовать, и поэтому далеко, наверное, стараться. Спасибо вам большое за вас. Молодец. Спасибо, мои родные. Я хочу сказать вообще о твоем творчестве, то, что это определенная художественная работа, работа с символами, работа с яркими образами, с нашими фантазиями, с нашими амитиками. Это очень сложно, и здесь нужно найти баланс, определенную, как бы, грань, которую ты соблюдаешь. Плюс ко всему, ты используешь в своем творчестве очень яркие краски. Это тоже очень сложно. Что хочется отметить, то, что твоя живопись всегда развивается. И на этой выставке можно проследить определенную динамику. от плавных людей, от воздушных людей, от полутоновых, более структурированной живописи. Я, например, в этом вижу, у нас твоя личность. И твоя живопись с каждым годом становится более сильной. Ты становишься в реформу, как вы сказали в французе. Это очень хорошо. Ленточка, я очень рада присутствовать на твоей жизни. Ты туда? Мне очень много картин твоих понравилось, но хочу выделить все-таки орхидею, потому что здесь сочетается именно женщина и любовь. То, без чего мы были бы нашли вне совершения. Так что я за эту картину, хотя у тебя очень, ты очень талантливая, у тебя много красивых работ. Я желаю тебе дальнейшего творчества и успеха. Мне очень приятно присутствовать на твоей выставке. Вообще всегда приятно, когда у меня есть, бывают мечты. Одна из мечт, я состоялась. Спасибо. Я помню, как ты начинал эту книгу, и видно, насколько хорошо ты вложил в нее свою любовь. Спасибо тебе. Как дизайнер, я тоже могу себя немножко отнести к этой профессии. Я не знаю, нравится твоя работа, как радуйся живу. Просто великолепное сочетание цветов, красок, стиль очень классный. Из художественных мне нравится твоя работа. Она такая женственная, такая пушатная. Хотелось бы, чтобы ты так же продолжал, сфотеевически, сильно и решительно, как ты это сделал. А нам очень понравилась вот эта картинка. Полюбленный. Очень сильно понравилась. Ей сложно объяснить, почему. Мы выделили именно ее, но так как, в принципе, надо обыделить картину. Мы подошли сначала, вы видели здесь загадку, а потом протисляли и разгадали ее. Я ее взяла в самый последний момент, кстати. Лена, спасибо тебе большое. Мы желаем только одного, Гришка, с первой стороны. Я так еще люблю, Лена. Я с вами сегодня только первый раз познакомилась. На самом деле, очень счастлив, что вырубилась такая возможность. Хочу вам сказать большое спасибо. И очень хочется, чтобы ваши картины видели много-много людей. Потому что в наше время жестокости, смертной серости было бы очень полезно хотя бы взглянуть на ваши картины, чтобы как-то ожить, стать более счастливым, радостным. Просто ваши картины призованы, наверное, лечить. Лечить души наши, все жестокие и серые. Поэтому спасибо вам большое. Желаем вам удачи. И чтобы у вас все сбылось. Спасибо огромное. Мне очень приятно, что вы пишете. Но пассаран. Поздравляем. Я с вами. Давайте. Но пассаран. Очень понравилось фестов. Еще много. Скортины, у вас светила, солнце, света, тифла, лето. Особенно, когда у вас картины с кровавого взрослого, и мастера Маргарита. Субтитры, Спасибо. На самом деле, поражает у меня, прежде всего, такая психобедждающая, чувство. То есть, чувство, сексуальное, соседей, покой. Совершенно ярко, женщинское, с праздником. Оно проявляется практически во всех картинах, и я вижу в этом, будем так говорить, самое яркое, то, что я вижу. Я вижу женскую страсть, женскую, чувственность, женскую интуицию, женское начало. Вообще, все, совершенно по-женски. И, на мой взгляд, и самым замечательным, является то, что вот в каталоге идет такой альянс соответствующих стихотворений, которые созданы в дочери. Мне кажется, такая, наверное, внутрисемейная гармония просто обречена на успех и на перспективу, потому что абсолютное соответствие картины и описание стихотворений. Мне кажется, вот в этом, собственно, и был очень успех. Прежде всего, еще словесно проговаривание и проговаривание того, что он создан. Это карман среди всего-всего-всего. Очень мне понравилось. Здесь я почитала такой спокойной уверенности и женскую силу. Здорово, здорово. Мне очень понравилось. Поздравляю с выставкой. Мне очень понравились твои картины, твои работы. Мне очень понравились стихи твоей дочери, которые я почитала. Не все, правда, но те, которые ты от нас, мне очень понравились. Остается очень такое теплое, впечатление. У меня недолго побыли, но такая аура приятная. Я желаю этих творческих успехов. Я желаю благословения в вашей семье творчества. И я желаю тебе любви. Потому что именно в любви рождаются такие работы.